ребят всем привет всем привет на youtube появилось много роликов где говорят что рынок умер рынок умирает но пока рынок живет все идет все продается и вот мы сейчас поедем на рынок и вам все это покажем сделаем вторую часть то есть и покажем развеем этот миф да потому что вот еще раз повторю появилось то что там умер не умер дефолты какие-то и так далее и ну как бы людям понравилось за то что цены цены поснимали машина действительно есть машину очень много поэтому поэтому идем смотреть но до 1 июля еще надо дожить посмотрим что будет 1 июля друзья сделаем небольшую ставочку по той теме что касается знаете многие там пишут комментариях правый руль умирает ваш рынок умирает и так далее что хочу показать что хочу показать смотрите вот мы находимся в транспортной компании пригнали сюда очередной автомобиль это одна из многих транспортной компании которые находятся у нас городе владивосток и посмотрите вот передо мной стоит автовоз считайте раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 автомобилей стоит на автовозе и дальше мы сейчас немного проедем я вам покажу три автовоза стоит полных но один стоит маленький один стоит маленький на три автомобиля 2 стоит справа тоже на три автомобиля и 2 стоит полных автовоза раз два три 4 5 6 7 8 8 который слева 8 получается автомобилей на нем который слева 8 который справа который справа тоже 8 автомобилей еще и трактор туда засунули поэтому вот те вот эти вот деятели до которые там находятся далеко не надо говорить то что правый руль не покупается правый руль он реальном качестве он намного надежнее и он всегда покупался он будет покупаться поэтому не переживайте за нас ладно идем дальше смотрим автомобиля друзья ну и начинаем с такого замечательного автомобиля это новинки авторынка новинка авторынка subaru forester уже самый свежий кузов самый последний автомобиль 2018 года и они есть с мотором с мотором 2 и 5 есть даже в гибридной версии но как бы гибридную версию мы еще не ощутили не посмотрели там насколько это гибрид полноценный гибрид или нет итак 2018 год комплектация x-break 2 и 5 мотор 180 с чем-то там лошадиных сил не помню с чем x-break это очень хорошая комплектация задняя дверь электро форик немного прибавил в габаритах родной родной японский коврик салону как пластик был так пластик здесь и остался запаска на автомобиле у нас есть есть второй ряд сидений ну наверное второму ряду сидений уделять много не будем кстати дверь открывается закрывается автоматически да если стоит сигнализация можно нажать на кнопку автомобиль встанет на сигнализацию уделим уделим еще немного внешнему виду внешнему виду видите x-break комплектация понизу идут такие оранжевые вставки chrome туманки фары линзованные клиренс 220 миллиметров омыватель фар повторители камер кругового взора автомобиль даже с люком система айсай датчики при столкновении подогревы и так значит внутренняя часть автомобиля двери знаете вот как тяжело открывались так так тяжело открывать ну как бы чувствуешь чувствуешь что что то что это subaru шилдики forester сидений идут с кожаными вставками вордачок какие-то диски лежат здесь сделано под кожу под кожу но знаете вот даже по материалу понять не могу что это такое материал очень мягкие пойдемте на водительское сидение там будет там будет намного поинтереснее автомобили изменилось все и мотор и подвеска руль кожаный автоматически электростеклоподъемники есть даже память сидений с кнопочку нажал сиденье поехала стала двить и кто-то как-то там развалился сидел и так значит кстати идет электропривод сидений установлена родная магнитола пробег 10000 на спидометре все также 180 полный мультируль идет подогрев руля управления активным круиз-контролем управления управления музыкой музыка работает далее здесь у нас идет управление камерами виде по всему снук как бы по-разному можно поставить очень удобно парковаться с такими камерами ну японцы японцы все таки все таки молодцы значит люк отключение датчиков движения по полосе при столкновении люк кнопку нажали люк поехал ну как бы люк это это уже не удивительно да это нормально для японского автомобиля далее что у нас еще интересного есть кнопка старт-стоп это это все понятно регулировка фар открытия багажника датчик слепых зон кстати датчики слепых зон да они сделаны что покажу то есть в дори стайли не в дори стали в предыдущем кузове они вмонтированы вот сюда в ухо а здесь они более широкие такие более длинные более объемные что пытаясь вам их включить чтобы было видно вот видите то есть они сразу сразу бросаются в глаза так дальше смотрите ребята изменился сам центральный дисплей управление идет у него отсюда то есть всевозможные функции температура воды температура масла в двигателе средняя скорость средняя скорость компас компас это у нас ibn rabbit разбираться и разбираться что тут есть и вот сейчас покажу сам дисплей да вот он изменился то есть показан форик показан форик ну вот всевозможную систему то что они работы даже смотрите вот сейчас я надавлю на тормоз на тормоз сзади загорится у нас стопарик видите ну и также я включаю левый поворотник указано то что я включил левый поворот включая правый поворотник вам в камеру возможно видно не будет но тем не менее показано то что то что я включаю правый поворотник по месту в автомобиле так сейчас я сидушку немного подниму ну про место я думаю рассказывать здесь нету смысла никакого потому что место действительно много у него стал пошире по 4 подлокотник подлокотник ну и вот управление идет x-модом и всевозможными режим ручник здесь идет электронный климат-контроль подогрева сидений подогрева сиденья ну и в принципе больше здесь особо таких изменений нет и так это автомобиля пойдемте еще раз внешний вид покажу снова заглушим автомобиль 2018 года выпуска объем двигателя 2 и 5 литра стоимостью 2 миллиона 200 тысяч рублей еще один стоит рядом рядом субарик это уже идет outback он у нас так как он года у нас 16 год 2 и 5 1 миллион 470 тысяч рублей комплектация тоже у него идет x-break родное литье летняя резина посмотрите какого диаметра колеса они реально большие размером 225 60 на 18 по низу идет обвес пластиковый написано outback знаете очень удобно когда вот здесь пластик допустим как на фориках мы не только на фориках попадаются такие автомобили где-то дверку открыли до а бордюрку в коцеле вот вы по коцеле не металл а по по коцеле пластик то есть можно можно поменять на крыше установлены рейлинг и задняя часть автомобиля давайте посмотрим багажник камера заднего вида есть багажник дверь идет электро также спойлер здесь у нас видите еще еще целлофанчик по низу у нас идет запас к ну все полу как положено все отлично шторка которая если честно нафиг никому не нужна также на кнопку нажали дверь у нас поехала закрылась второй ряд сидений без ключевой доступ тоже есть второй ряд сидений сиденья тоже сложенными вставками кстати сидения здесь складываются есть хотел сказать бардачок есть подлокотник за меня подстаканниками место здесь довольно много там чисто залазить ногами я туда не буду для задних пассажиров ну понятно есть подлокотник ручки подсветка автомобиль кстати тоже идет с люком есть 22 usb входа вот таким образом они спрятались здесь у нас идут идут кармашки дверная карта тоже пластик идет в реально прям пласть и знаете идет мягкий и прошиты строчки такой вот видите салатовый особенность особенность комплектации вот здесь салатова ну вот здесь ставка тоже ли такая салатовая кстати здесь я так понимаю тоже идут камеры четыре камеры кругового обзора число машину заведем посмотрим люк ветровиков нету ветровики конечно плюсом бонусом не бонусом а очень удобно отключение всевозможных систем ребят что здесь только нету все-таки какие японцы молодцы но outback такое знаете как не знаю полноценным кроссовером я его наверное назвать не могу но тем не менее у него хороший клиренс спидометра 240 и вот в машину садишься чувствуешься чувствуешь прям мощь мощно автомобиль здесь тоже широкий такой подлокотник там у нас розетка на 12 вольт здесь вот такая вот вставка идет к что-то положить ну либо либо под мелочь ну и также а нет здесь здесь у нас не ездит идет два подстаканника электронный ручник x-mod включение включения камеры ну чтоб камеру включить нужно автомобиль завести родная магнитола раз включила задняя камера включилась включилась боковая камера подогревы сиденье тоже идет полный мультируль кстати полный мультируль он работает руль идет кожаный вот здесь тоже идет салатовая нитка пробег 24 тысячи 240 я уже говорил кстати активный круиз-контроль на этих автомобилях по моему до 180 можно включить если я не ошибаюсь ну я ребят могу могу ошибаться бардачок какой-то аукционный лист лежит есть под красой пробег 24000 тоже тоже присутствует у нас люк допустим форике он просто огромный здесь он идет здесь он идет поменьше люк закрываем магнитола родная диск вставляется оба так что-то я там переборщил что надо закрыть все люк закрыли просто нереально огромный монитор качество изображения камеры заднего бокового вида в принципе очень хорошая двойной климат-контроль кондиционер все включается все работает камера заднего вида с траекторией траектория здесь у нас идет очечница солнцезащитные козырьки с подсветкой ну по месту место опять же очень много в этом автомобиле и так шестнадцатый год комплектация x-brake 1 миллион пятьсот двадцать тысяч стоит данный автомобиль давайте давайте немного просто посмотрим цены и так honda fit 2018 год уже рестайлинг рс фары лет туман и литье 16 спойлер пробег внимание 12 тысяч километров стоимостью девятьсот двадцать тысяч рублей то есть fit fit он изменился по морде рядом стоит honda shuttle в гибридном версии в гибридном исполнении установлены литые диски летняя резина брызговички обвес бесключевой доступ ветровики есть повторители шилдик гибрид 2015 год автомобиль 4 воды напоминаю шаттлы есть передний привод есть гибрид есть не гибрид есть гибрид 4 воды гибрид идет полноценный иммобилайзер мультируль тв 9 но опять же этим никого не удивить 799 тысяч рядом стоит toyota corolla филдер 2015 год автомобили есть также передний привод есть гибрид передний привод есть автомобиль и 4 воды и так 2015 год полтора литра жеж на салон sonar и мультируль 757 тысяч рублей sonar видим туманки естественно рестайл резина идет под замену паре по на и все родные штатные литые диски повторители лобовое стекло идет родное ветровичке есть бесключевой доступ климат-контроль задняя часть автомобиля но это такое это не не то что за там рабочий автомобиль именно можно сказать народный автомобиль жестная комплектация honda fit стоит кстати наверное со следующего видео со следующего выпуска начнем делать такие выпуски возьмем выпуск хэтчбеков выпуск универсалов выпуск микроавтобусов выпуск седанов очень много времени уделим седанам потому что как-то ребята седанах вы немного подзабыли хотя машинки они очень интересные популярные и так шестнадцатый год полтора литра тоже rs 24000 это понимаю родной пробег литье 16 спойлер полный мультируль 7 скоростей 707 скорости автомат ну здесь стоит робот 767 тысяч рублей стоит у нас минивэнд это toyota wish тоже популярная модель три ряда сидений 7 мест 2014 года двигатель 184 в.д. есть передний привод гибридов таких нету литье 16 руль кожаной туманки туманки установлены в японии 897 тысяч рублей на литье установлены ли ты литые диски зимняя резина небольшая небольшой такой лайфхак да как узнать туманки японский или нет автомобиль к сожалению закрыт наверное сейчас найдем какую-нибудь автомобильчик который открытый я вам покажу как узнать туманки стоят либо китайские либо японские следующий автомобиль это honda wezer ну ближе кроссовер но тем не менее это не полноценный кроссовер тоже есть гибрид есть не гибрид есть передний привод есть 4 воды данный автомобиль 2014 года выпуска 4 воды гибрид аукцион есть 1 миллион девяносто девять тысяч рублей 60 тысяч родной пробег один хозяину это автомобиль возможно пробежный скорее всего до видеть у него даже рамки есть под номер давайте посмотрим сзади есть мне номер или нет закрыт номер видимо сняли вот смотрите показывали forester forester вот это идет предыдущий кузов но это уже идет рестайлинг 2017 год здесь двигатель 2 литра 2 и 5 пошел только с восемнадцатого года так у форика все двигателя идут двухлитровый ну есть труба версии и так комплектация x-break фары идут линзы туманки омыватели фар тоже система айсай стоимостью стоимостью 1 миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч рублей возьмем несколько я их называю полу кей кары хотя это больше чем кей кары не знаю почему-то ребят зависли вот эти машинки долго уже стоят может кому надо будет итак это соли у бандиты 15 год 4 воды 1 и 3 ну там идет 12 685 тысяч рублей стоит автомобиль рядом стоит еще один красненький но это 15 год это идет шестнадцатый год стоимостью 720 тысяч рублей черная крыша багажник рейлинги установлены им на литье родное suzuki летняя резина гибрид кожан так не дополню чехлы они кожаный салон тоже в комплектации бандит suzuki из x4 но он почему-то по моему когда в дроме забиваешь кроссовер до выдают из x4 но я не знаю ну какой же это кроссовер коллеги тут по моему в районе 180 либо 190 миллиметров до как бы машинка высокая есть даже блокировка но но никак это не кроссовер и так черный цвет черный цвет 14 год полтора литра 4 воды 850 тысяч рублей оранжевый так он на зимней резине на литье на родном оранжевый цвет тоже литье резина не знаю что за резина полу зимнюю полулетняя резина тоже 850 тысяч рублей 4 воды аукционная оценка пишут четыре балла далее honda inside объем двигателя полтора литра есть 1 и 3 гибрид полу гибрид 730 тысяч рублей обвес литье летняя резина тоже закрыта сзади спойлер установлен такой здоровый модный honda степ-вагон задняя дверь на данном автомобиле ломается камера заднего вида есть есть бесключевой доступ кожаные вставки нет ни кожаные вставки чехлы там установлены мультируль если комплектация как бы не особо крутая так 15 год 15 год 1 миллион двадцать тысяч toyota spade четырнадцатый год интересный цвет пятьсот шестьдесят пятьсот шестьдесят тысяч стоит автомобиль без литья очень интересный автомобиль папа не понял дверки видимо интересный автомобиль в плане флани комфортабельности да и удобства по салону обратите внимание какой широченный идет проход подвинули прошли на второй ряд сидений кстати сиденье у нас счет транс формируется здесь у вас левой стороны дверь уже идет обычная обычная распашная либо подвинули сидушку назад и здесь нереально много места выдвижной у нас подстаканник климат-контроль дверь у нас идет электро но она отключена очень удобно я почему-то всем всегда говорю да именно такой автомобиль приобретать в семью именно не мужчине до женщины женщине для семьи для поезда куда-либо с детьми то есть это большой комфортный реально удобный салон и багажное отделение неплохого объема запаска в автомобиле есть пятьсот шестьдесят тысяч рублей семейный автомобиль то есть ну что можно взять за пятьсот шестьдесят тысяч можно фито нет фито мы вряд ли возьмем нормально какой-нибудь nissan ноут но вполне так спает либо порта будет намного лучше кстати обратите внимание кнопка открывания электро двери для задних пассажиров стойки слева то есть не всегда не каждый может сможет найти есть мультируль кнопка старт дуйки такого плана здесь глубокий бардачок ручник идет ножной остальное все по стандарту и так это спейд стоимости пятьсот шестьдесят тысяч рублей 2014 год еще один интересный автомобиль как-то знаете не уделяли им внимание это subaru lewar subaru lewar вот начали вести такие автомобили внимание мотор у него идет 1616 и этот turbo то есть есть на зря для обдува для охлаждения турбины ходовые огни туман омыватель фар фары идут линзованные летняя резина родные литые диски повторители подогрев лобового стекла у нас имеется расти задняя часть автомобиля сейчас залезем в салон посмотрим немного багажное отделение пластик есть но 50 на 50 классика здесь по минимуму по низу ну не блестит но состояние хорошее второй ряд сидений здесь кожаные вставки у нас идут автоматический стеклоподъемник есть когда вот ты нажал на кнопку даунки опускается полностью сам а есть когда вот приходится самому опускать сидение обычный тряпка идет так подлокотник заня подстаканниками здесь еще пленочка пойдемте на водительское место у нас будет поинтереснее сидение у нас идут электро педали идут железные руль идет кожаный спидометр 180 я называю это механическая стрелка бензобака здесь у нас идет ребят все идет как форики так печку нужно выключить электронный ручник два подстаканника они вот прячется вот таким вот образом подлокотник там розетка usb выход подлокотник у нас ездит вот таким вот планом она здесь в принципе все как форики как в рестайле до управления идет отсюда показано кстати здесь температуру масла можно посмотреть сколько мы давим на педальку газа в процентах при езде очень удобно смотреть компас то же самое ну расход топлива показывает 12 4 как бы как бы нормально да для 1 и 6 для turbo по месту ну конечно вот опять у нас какой-то идет сравнение именно с уборями да что взять а вот бэк что взять взять forester ну место там конечно побольше здесь как-то и крыша поменьше и немного мне потесновать и да но тем не менее ребят место все равно очень много в автомобиле люк в рулевке есть прям стук такой пробег 99000 ладно глушим его глушим и так это был subaru и work 2015 года комплектация с мотора 1 и 6 1 миллион пятьдесят пять тысяч но вот смотрите рядом стоит порт и вот был у нас спейд показывали спейда вот порт и идет они отличаются немного по морде 2015 год это идет уже один на три камера подогрева дворника стоимостью 495 тысяч рублей также боковая дверь идет здесь движная закрыт автомобиль ну ладно открывать мы его не будем эти написано порта рядом стоит у нас но но штатные диски резина под замену прямо сразу под замену боковые двери ну что я вам рассказываю это уже идет полноценный полноценный микроавтобус их люк даже два люка 14 год 4 воды 1 миллион триста восемьдесят тысяч стоит он и сегодня возьмем еще рассмотрим рассмотрим микроавтобус и так это нового 2014 год гибрид мотор 18 он реально модный туманки 1 миллион сто семьдесят пять тысяч рублей жестный салон установлены родные литые диски хорошая летняя резина вот визуально прохожу смотрю не коцак ничего нету переговорили с продавцом говорят машина больная 4 балла сзади дворник спойлер они это начнем наверное начнем наверное с багажного отделения кроется откроется посмотрите салон идет светлый салон так у ребят я сначала сам не понял что происходит смотрю светлый салон до света салон и сидушки нету думаю куда она делась молодцы они сделали я вам расскажу здесь идет бы такое углубление и когда открываешь багажное отделение то есть тебе вот эта сидушка то что она сюда закреплена как бы ну не сразу бросается в глаза вот это вот пока понять не могу что это такое ладно не будем понимать багажное отделение отсек делится как бы на две части сзади установлен аккумулятор ну соответственно там есть запаска по месту по месту второй ряд сидений в данный момент он отодвинут до конца поэтому сзади места у нас практически никакого нет удобств для третьего ряда пассажиров тоже там ничего такого ничего такого нету берут эти автомобили как бы за счет того то что это реально большой здоровый автомобиль ну и то что это гибрид не понял что у нас электро двери нету нет электро дверь идет 1 по левой стороне второй ряд сидений два капитанское кресло но не ездит влево вправо посередине можно поставить столик есть два подлокотника с каждой стороны сюда наверное можно залезть посидеть посидеть то есть можно вот так развалиться место реально здесь а здесь будет очень много вторая печка шторочки то есть можно отгородиться здесь можно завесить дуйки подсветка электростеклоподъемники сидения не электро быстро кстати электро электро сидушек здесь нет ручки переключения передач климат-контроль посмотрите какой огромный монитор пробег на автомобиле 126 тысяч вот что касается пробегов до 126 тысяч в принципе в принципе для гибрида это нормально адекватный пробег здесь самое главное смотреть нужно на состояние состояние батареи что вместо очень много у нас есть у нас есть зарядка беспроводная ну-ка буду на заряжаться или нет включили ну я не знаю для каких телефонов эти зарядки до чтобы телефон вот так сюда влезть на у меня вот почему-то почему-то не заряжает смотрите автомобиль завел сколько мы тут находимся пять минут пяти минут еще не прошло да кстати мультируль работает мультируль работает все бензиновый двигатель отключился сейчас автомобиль работает на батарее пластик тоже идет мягкие здесь вот такие вот ставочки какие-то идут к него есть аукционный лист на данный автомобиль кузовщина целая пробег 126 тысяч но я думаю я думаю это настоящий пробег данного автомобиля что это пойдемте еще на двигатель посмотрим кстати здесь круиз-контроль на автомобиле инвертор ну и собственно собственно сам мотор и так это в четырнадцатый год гибрид 4 балла g салон за один миллион сто семьдесят пять тысяч еще стоит на этой стоянке интересно автомобиль это nissan что это у сдаст рук до семнадцатый год четыреста пять тысяч рублей боковые двери сдвижные резина под замену сразу же передний привод передний привод сзади резина идет получше days rooks автомобили закрыт тоже знаете пользуется популярностью данный автомобиль посмотрите какой он высокий то есть вы посмотрите на меня да и я у него крыша высокого данного автомобиля мультируль светлый салон переднее сидение у нас идут диваном заводится с ключа даже и сдачу при столкновения семнадцатый год 405 тысяч рублей свежий привод с таможней весь в родной краской ни одной крашеной детали не давайте проверим давайте мы проверим сейчас правду указали или неправду подробно не будем да так по несколько раз да да пока все отлично у нас смотрите не обманули ладно вообще нужно конечно более тщательно более подробно проверять семнадцатый год четыреста пять тысяч рублей она давайте возьмем еще немного немного кей каров а вот кстати стоит интересного там бель сейчас мы к нему вернемся но все по порядке так четырнадцатый год салон трансформер это все понятно стоимостью 300 395 тысяч рублей литье резина вот сегодня который уже автомобиль да где резина идет под замену почему-то все идет у нас под замен автомобиль закрыт ладно открывать его пока не будем не будем сзади стопори разделены на три части здесь сегодня диодные такие у нас стопики and box плюс а это уже and box комплектация кастом но это самое интересное автомобиль сейчас мы к нему подойдем стоит дай хатсу тереус тереус кит сейчас посмотрим какого он года и смотрите стоит мира есть уже самый свежий кузов давайте стереус а тереус и тереус и надо обязательно смотреть что у нас там по низу я вам скажу здесь конечно состояние шикарную автомобиля редко когда встретишь тереуса в таком состоянии чтобы он был не ржавый жирная прям такая хорошая резина здесь тоже рожавчины нет никто здесь ничего не задувал не делал он даже открыт да он открыт есть на зря так как он идет turbo 10 год 9 месяца рестайл 375 тысяч рублей и смотрите стоит дай хатсу мира и с 370 тысяч семнадцатый год сонаром конечно мира она она намного изменилась резина идет с пупырышками без литья без литья закрыт надо вот как нет наверно будет подойти сделать обзорчик ладно возвращаемся к тереусу единственный минус это мизерный конечно багажник но как бы как в кейкарах но состояние салона конечно здесь просто офигенная запаска ручки идут хромированные ветровики спойлер и сзади если честно место мало ну как бы если только если только детям до спинка у нас регулируется здесь у нас поднимается вот таким образом все если только ребят конечно для детей вот стоит простой автомат руль обычный здесь есть у нас где-то что-то типа блокировочка не вижу где вот она вот ручник магнитола ну я вам скажу так автомобиль когда-то такой автомобиль в пользование то есть удобный маленький юрки того в принципе проехать везде можно да и клиренс у него большой вот из проковка проблем не было но теперь давайте подойдем вот к этому автомобилю и так квалификация кастом 16 год turbo 64 лошадиные силы круиз-контроль кожаный салон подогрев сиденье короче здесь есть все вот кому интересно может поставить на паузу раз лист 2 лист и почитать и так внешний вид автомобиль знаете такой черно-черно-белый все прям красиво прикольно сделано черная решетка черное литье черные стойки черная крыша остальное все бела но вставки по туманку по туманке тоже идут черные со стороны конечно шикарно выглядит просто не передать на словах это надо это надо увидеть вживую так багажное отделение очень высокая широкая дверь но место здесь нету в багажном отделении какой-то писк моды сейчас на кей кары все их любят и так салон значит трансформируется вот таким образом можно сюда положить какой-то груз столики кстати узнали столики такие прям массивные столики есть подлокотники есть шторки сзади стойки электростеклоподъемник сидение идут с кожаными вставками 2 электро двери кожаный руль круиз-контроль мультируль оба место у места я не знаю наверное любой кроссовер позавидует сколько сколько места в этих автомобилях особенно особенно ребят по высоте варик климат-контроль подогревы что-то какие-то тут духи какие-то японские вонючки ручник идет ножной аварийка спидометр смотрите красная такая вот вставка идет руль тоже с красной прошит красной нитки здесь красные вставочки ключик у нас забрали не дают нам ключик об об просит ключ автомобиль ключа нету лобовое стекло практически под углом 90 градусов 90 градусов господи как они называют зеркала смотрим на бочину бардачок pts так аукционный лист какой-то здесь имеется 34 тысячи пробег покраска по правой стороне дверей но опять же опять же это нужно это нужно будет все проверять ну нравится авто или нравится ручное переключение передач кнопка старт подогрева говорил магнитола магнитола большая давайте еще внешний вид немного резина смотрите какая новая шестнадцатый год шестнадцатый год так по стоимости самое интересное сейчас узнаем стоимость узнали стоимость автомобиля стоит такой замечательный автомобиль 520 тысяч рублей друзья друзья и подписчики и новые подписчики кто посмотрел сегодняшнее видео кто еще не подписан обязательно подписывайтесь на наш канал вот потому что у нас у нас на канале всегда правдивая информация то есть у нас у нас она все как есть на сегодня все всем пока